Сегодня 16 августа 2017 года мы на выставке ярмарки пчеловодства около института пчеловодства. Вот видите вход. И конечно здесь рядышком находится вот экспозиция Леонид Ивановича Вереда, предыдущего председателя Спилки Пасечников Украины. А сегодня вице-президент и активный участник всех мероприятий Спилки Пасечников Украины. И не только здесь он показывает свой мед, свои медовые вина, но и конечно участвует в общественной деятельности, в Раде, в Совете Спилки Пасечников. Леонид Иванович, какие новости Спилки Пасечников, какие были проблемы в этом году и что такого позитивного наблюдается? Ну, треба сказать одно, что очень хорошая тенденция по співпраце с министерством. Сейчас мы постоянно идем в ногу с министром, с министром по евроинтеграции Ольга Васильевна. Сейчас честно предлагает співпрацю, но четко и конкретно. Только в ней персонально, в каждой Пасечниковой Кремль. Только або должны быть ассоциации, або должны быть спилки, або до товариства. Только в таких случаях будет співпрацей с министерством. Они говорят, что мы будем давать возможную помощь. Сегодня она это озвучила на выставке, но перед этим мы были еще недавно, три дня назад. В Семеннівце, Полтавске, в общем, очень интересное представительство было. Там поднимали и надавали консультации, и помогали в развитии. Там планируется до 64 тысяч бюлосемей. На данном случае там 200 тысяч бюлосемей на речи Єзара на их районе. Теперь Зара будет происходить, бжолевский круг у нас у Деда Васильева проводить у Харькова. Потому что на Слобожанщине до этого у нас будет Апимондия. Значит, после Деда Васильева у нас будет там 15 числа, 16 в Яремчине. Зараз Стритович Владимир Владимирович домовился. И сейчас сегодня была разговора и заступником министра, и начальником департамента, про то, что министерство долучается и хочет помочь в проведении семинара в Яремчине, на Франківской области. И министерство через грант, который выделяется за кордон, они нам допоможут в организации этого захода. Это достаточно мощно, достаточно интересное. Я думаю, надо использовать то, что они первое, что нам предлагают какую-то помощь. И это надо использовать для того, чтобы больше светлых, больше запросить людей. Но, естественно, условия, что брать участие может каждый там, но для пасечника это будет где-то на 40% дешевше умовы перебивания в национальном законе. И так далее. Мы идем одним шляхом, что спилка должна быть как краеугольный камень. И сегодня уже двече, трече повторялось про то, что спилка, спилка або асоциация. И в этом году было много звонков, но ответ был, возможно, немного неприятный для тех, кто обратился к нам. Мы говорили, пожалуйста, мы пускали, как вернуться. У нас было единственное вопрос, одна из первых. А вы члены спилки пасечки или нет? И как бы это банально не звучало, если они платят этих несчастных 20 гривен в год, потому что у нас сейчас 100 и 20 гривен в нас, то допомогу, вы бачите, отримать очень тяжело. Я говорю, это может звучать немного сурово, но давайте не отходим к действительности. Мы начинаем помогать, мы людям делаем доброе дело, мы отримываем свои работы, свои властные, свои пасеки. Мы делаем на громаду, а в результате это все больше не стоит. Приклады есть за прошлый год, прошлый год. И мы, что я, что три года назад, памятаю, мы с вами в парке Шевченко говорили, все-таки створили рабочую группу министра аграрно-премесловности по бжильнисту. Она работает, функционирует, дальше рукается. Так что все нормально, надо просто... Надо, знаете, как он сказал, начать из себя. Зроби спочатку порядок в себе в гараже, потом зроби дома, а потом разом с кумом поставь лавочку и возьми ее пофармить. Тогда все будет нормально. Только не говори. Говорите у нас сейчас все мы, все нас, звичайно, грамотные, все мы, все знают. Но хоть что-нибудь сделайте, тогда вы скажете, что да, можно бить себя в груди. Что я что-то сделаю. А вот будут новые встречи, новые мероприятия вот эти. Я думаю, что будет что показать на этих конгрессах и на конференциях украинским пасечникам. Ну, по-перше, уже звучит одно, что мы первое место в Европе и в пятерку входим, третий дилем по месяцу, четвертый. Ну, это показники. Підходят. Да. Это все у нас это. Так что и по меду, и по медовым винам у нас есть хорошие интересные достижения. Да, это будет показано на конгрессах и вот на встречах. Ну, все, цей рік Паганенько трохи представить на конгрессе, мы не можем в своей метне, потому что в этом росте не урожай. И по всем категориям, меду, таким ассортимент великим у нас уход, не мать. Через то будем выставлять, у нас есть что показать, но вот такой вот великый ассортимент, то, конечно, все равно будет. А в этом году его погода была сложновата? Погода дуже важка, начало року дуже важки. Я буду делать дальше. Да, но все равно же урожай есть. Урожай есть, по словам, у нас больше всего, что сонечник, другий этап сонечник дал. И то сонечник дал где-то на 30% меньше, чем в обычном. В той же самой Кировоградской области, в каких-то местах даже не качали. А в каких-то, ну, нормально, мы взяли себе свои пасеки. Первый, первый полноценный взяток сонечника, а другой где-то на 40%. А как вот насчет закупочных цен, это всегда вот беспокоит? Мы немножко поднялись цены, зараза, грубо говоря, можно за 38 даже. Так что есть, сдвигает, и надеемся, и мед однозначно будет дорожать. Однозначно. Его не хватает, его не мают. Разврахую, что в Аргентине нема, в этом году не только в нас не урожает, а в свете не урожает. Велика кількість недостачи. Спасибо за это интервью. Успехов вам в пасечничестве и в организационной, чтобы спилка пасечников объединяла пчеловодов Украины. Удачи вам.